Привет-привет, друзья! Сегодня у нас прекрасный солнечный день. Я опять начинаю свою съемку с вот этого угла квартиры Мишель. И посмотрите, что квартира уже продана. Я показываю специально для тех, кто, может быть, не верил, что за 160 тысяч фунтов она ее может продать. Тем не менее, вы знаете, покупатель нашелся сразу. Тут я даже ничего не могу комментировать, потому что, понимаете, бывает такое, что просто человеку везет. Вот, скорее всего, что Мишель повезло. Потому что я даже не знаю таких прецедентов подобных, чтобы буквально за неделю за 160 тысяч продана была квартира. И даже это агентство, они и то удивились, что так быстро все. Возможно, что как раз кто-то взялся искать себе квартиру и как раз совпало с тем, что Мишель стала продавать. Ну, как говорится, слава Богу, я за нее очень рада. И знаете, именно эта история с продажей квартиры Мишель за 160 тысяч фунтов подвигла меня на то, что я полностью пересмотрела свой взгляд на продажу квартиры, которую я имею. Я подумала, что если я так сложно ее продавала, вот моя квартира на втором этаже, видите, если такие проблемы, значит, нужно просто заняться отоплением, заняться модернизацией квартиры и потом то ли продолжать самой жить, я посмотрю, то ли продавать. Но тогда уже, понимаете, получается, что овчинка стоит выделки и что я смогу свою квартиру продать намного дороже, чем 110 тысяч фунтов. Ну, вот, по крайней мере, у меня такие планы. И вот в связи с этим, видите, показываю вам. Я уже начала модернизацию своей ванной комнаты. Показываю, кому интересно. Вот я начала менять в своей ванной раковину с зашивкой. Видите, поменяла смеситель вместо двух кранов. Тут же, понимаете, начинаешь делать одно, сразу зацепляется другое. Вот видите, я тут решила эту плитку тоже. Короче, я модернизирую свою ванную комнату, потому что, видите, одно за другим тянется. Вот этот, кстати, итальянский унитаз такой смешной. Смотрите, он идет, сам опускает сидушечку так. Очень медленно, аккуратно. Жаль, что сам не смывает, но такой интересный. Теперь надо тут это все приводить в порядок, зашивку делать. А еще, вот видите, теперь получается, что тот унитаз старый был намного больше. Вот от него осталась тут такая штука. Да и здесь тоже, видите. Поэтому этот ламинат мне придется менять. Я купила вот такой. Будем стелить. Также, конечно, я хочу менять все вот это. Ванную, ванную, как хочу менять. Вот это мы будем все ломать, потому что я убираю там этот у меня огромный танк. Как он, господи, ну, емкость для горячей воды. В общем, в квартире раскардаш, друзья. Вот все тут закуплено немножко. Еще даже не успела старый унитаз вынести. Как говорится, начинаю новую жизнь. Вот я сама тут потихонечку, видите, преобразила немного свой камин. Решила этот вопрос вот так. Здесь я еще не доделала, видите. Вот у меня теперь здесь будут такие просто полки. Еще не знаю, как их то ли оставить белыми, то ли все-таки наклеить обои на них, чтобы это все смотрелось сплошным таким массивом. Это у меня спальня теперь. В общем, вы знаете, планов громадье. Вот я на кухне хочу вот этот вот камин полностью убрать. Но это не камин, это остов такой уже здесь просто остался. Он, в общем-то, убирается легко. Сам вот этот вот мраморный, как называется, мраморное окружение, то его можно убрать спокойно и легко. Если говорить о том, как вот эту вот убрать, видите, огромное место занимает выступ такой, как бы идет туда наверх труба. Трубы уже давно нет, потому что и здесь-то, видите, никакого камина уже давным-давно в помине нет. Я когда сюда заехала, здесь точно так же уже было. Вот это вот просто как подсобка. Но это же все портит вид. У меня сейчас в квартире страшный бардак. Я даже вам не хочу показывать все, понимаете. Я показываю только урывками, потому что очень все разбросано. Страшный раскардаш везде. Ну, вы представляете, я же говорю, одно цепляется за другое. Вот, и у меня уже по мере поступления все эти вопросы, они наслаиваются одно на другое. Ну, как кто-то, знаете, говорит, что ремонт можно начать, но нельзя закончить никогда. Так вот и у меня. И что еще хочу сказать? Я очень рада тому, что я все-таки нашла возможность установить отопление в своей квартире. Я нашла двух человек, мужчин. Они мне поставят отопление в квартире с бойлером. Недельника 24 мая. Они начнут работать. Представляете, если здесь у меня никогда не было ни разводки, ничего, и радиаторов не было. То есть всю эту установку, все эти трубы под пол надо, конечно же, устанавливать. Поэтому, поэтому, кто желает, то смотрите продолжение. Я буду держать вас в курсе. Обязательно покажу, как мне сделают бойлер, как мне сделают отопление, сколько я заплачу. В общем, все вам расскажу. И, конечно же, все покажу. И хочу еще и кухню модернизировать. В общем, я же говорю, что одно за другое цепляется. Ну, друзья, еще что хочу сказать опять. Если кому-то не нравится все то, что я говорю, то, пожалуйста, не смотрите мой канал. Не надо писать обидных комментариев. Просто уходите с канала, и ищите то, что вам подходит больше. Это все, что я хочу вам сказать сейчас. Какие у меня новости, друзья. Ну, и еще. Я вам показывала прошлым летом, почти, наверное, год назад, когда я искала себе какую-то новую квартиру, другую, я показывала очень много здесь квартир у нас на острове. И мы с вами вместе поражались, какие они маленькие, убогие. И кто же их вообще-то купит. Вот так же, ну, квартира Мишель еще более-менее нормальная. Мы с вами смотрели вообще ужасную убогость. Так вот, вы знаете, странным образом я хочу вам показать, что большинство из этих квартир уже проданы. И вот сейчас они просто идут все, как горячие пирожки. Давайте вспомним, я покажу вам сейчас ту квартиру, которую я смотрела в июне месяце прошлого года, какая она была и за сколько ее купили, если вам интересно. Я показываю вам брошюру. Вот этот дом, маленькая студия за 55 тысяч фунтов. Вот такая вот малюсенькая, 12 квадратных метров всего лишь на всего помещения. Это отдельно место для кухни. Вот так выглядит на брошюре. И я снимала тогда вот это видео. Кто смотрел, сразу же вспомнит вот по такой вот ужасной, страшной лестнице железной надо подниматься на второй этаж. Опять же, она очень узкая, наверное, где-то сантиметров 70 всего шириной. Вот видите, вход, это несмотря на то, что дом такой красивый, вроде бы, как сначала эти эркерные окна, но квартира сзади дома. И вот она выглядит вот так. Это та же самая, которую мы с вами только что смотрели на брошюре. Ну, здесь побелены стены, ничего нет совершенно. Выглядит она сами видите, как. Вот малюсенький такой уголочек отведено место для кухни. Там наверху совершенно маленькое окошко. вот оно справа. Видите, как будто в ванной находишься. Здесь внизу вид вроде бы как на общий садик, но эта квартира к этому садику не имеет никакого отношения. Вот это вот все старое убогое, здесь разбитое полностью. Ванная комната. хорошо, что она хотя бы отдельно от квартиры. Бывает такое, что и санузел стоит все в одном помещении, просто за какой-то ширмочкой. Так вот, я что хочу сказать. Когда я показывала вам эту квартиру, ну, конечно же, я ее не подумала покупать, и мы удивились, насколько она опять не совпадает с картинками, которые там в брошюре, и то, что на самом деле здесь вот мы смогли увидеть. 55 тысяч фунтов, но это 5,5 миллионов рублей. Тоже длительная аренда на 120 лет, и оплата у нее 80 фунтов в месяц лендлорду. Так вот, эту квартиру буквально недавно купили без проблем за 55 тысяч фунтов. И хочу вернуться еще к одному дому, который я вам показывала, но это было уже давненько, наверное, больше двух лет назад. Он продавался за 80 тысяч фунтов. Тогда я не искала еще для себя никакую квартиру, ничего, просто он тут неподалеку расположен был от моей квартиры, поэтому я решила вам его показать именно по одной причине, что у него сзади была такая огромная трещина, которая проходила через весь дом. Вот сейчас я вам покажу, какая трещина огромная. Вот она здесь в углу. Этот угол дома практически откололся с самого низа от фундамента вот такая 3-5 сантиметров толщиной вьется трещина по всему дому и снаружи и внутри, поэтому и цена была снижена, несмотря на то, что дом в общем-то неплохой, если бы не было этой трещины, ну и конечно внутри там он тоже весь разбит. Этот дом с двумя спальнями расположен в двух уровнях, двухэтажный, на двух хозяев справа и слева две одинаковые квартиры и отдельные входы имеются и довольно большие и хорошее помещение. Я вот его тогда вам на видео полностью показала, кто желает посмотреть, полностью может увидеть. Сейчас вам будет справа вверху видео об этом доме. Почему я вернулась опять к этому дому и показываю его вам? Вот он выглядит сейчас вот так. Его купили год назад, его ремонтируют и вот насколько я знаю уже сейчас его хотят выставить на продажу, потому что там сделали косметический ремонт. Я так понимаю, что конечно же заделали эту трещину. Судя по всему никаких укреплений там на углу вот мы не видим. Они просто наверное ее зацементировали и теперь этот дом выставят на продажу в два раза дороже. То есть понимаете вот люди те кто не знает что у этого дома была вот такая проблема могут купить этот дом и не известно что с ним случится в будущем и уже купят они его не за 80 тысяч фунтов а скорее всего в два раза дороже потому что все-таки дом этот большой двухэтажный вот вкратце все что я сегодня хотела вам рассказать надеюсь друзья что я буду вам показывать и дальше все эти видео про недвижимость на нашем острове и вообще в Англии я надеюсь на ваши все-таки адекватные комментарии если вы хотите что-то спросить пожалуйста а на этом друзья на сегодня я с вами прощаюсь всего вам доброго берегите себя еще увидимся пока-пока пока-пока субтитры